всем привет вы на канале тренер хапаев сейчас я хочу рассказать некоторые нюансы которые я использую во время тренировки напоминаю что у меня правая нога вторая степень коксоартроза левая нога оперированная и соответственно у меня существует перекос таза и сколиоз который выработался за многие годы когда я находился в состоянии заболевания левой ноги коксоартроза я все время перегружался на на более здоровую ногу которая была во второй степени она сейчас и осталось во второй степени во время после операции естественно я ходил на костылях и за полгода которые сейчас я уже реабилитируюсь конечно же это нога еще не берет на себя полноценную нагрузку это касается и операционных после операционных реабилитаций и людей которые больны коксоартрозом то есть ваша назовем ее слабой ногой то есть это или после операции или в процессе заболевания коксоартроза это слабая нога сильная нога у вас более здоровая более сильно но она к сожалению не может постоянно нас нести на себе нагрузку поэтому существует мое такое видение что нужно разделить нагрузку на ноги 70 на 30 то есть нагружать надо слабую ногу на 70 процентов сильную на 30 процентов растягивать нужно наоборот сильную ногу нужно растягивать на 70 процентов слабую ногу на 30 процентов так вот такое условное соотношение процентов даст вам возможность вот асимметрично нагружать растягивать ваши ноги чтобы не усердствовать на здоровую ногу но диагностика здоровой ноги я сейчас этим занимаюсь как раз в своей группе очень подробно 2 неделя пошла 2 идет диагностика наших ног если кто-то захочет подробнее пишите мне я вас включу в группу что за что касается тех кто самостоятельно занимается вот смотрите чтобы было понятно я ставлю чтобы загрузить более слабую ногу я ставлю здоровую ногу на подставочку стопы у меня на одном уровне и простое приседание но полуприсед да я начинаю делать с таким в таком положении у меня центр тяжести смещается на более слабую ногу потому что здесь у меня колено согнуто естественно нагрузка идет на ногу которой прямая и сгибается в полной амплитуде здесь работа исключена но она работает как балансер то есть чтобы мне не упасть я начинаю работать на более слабую ногу делаю вот такие движения и чувствую что квадрицепс у меня начинает включаться в работу вместе с тазом то есть три сустава работают синхронно голеностоп колено и таз но при этом вторая нога у меня не получает нагрузку просто получается вот такой баланс ну ну Субтитры сделал DimaTorzok Работают синхронно три сустава, мышцы все работают на более слабой ноге Если вам более сложное упражнение показать, то это будет приседание со смещением центра тяжести на слабую ногу То есть если я ровно приседаю, у меня нагружаются две ноги 50 на 50 Если я буду работать со смещением на больную ногу, то будет здесь у меня 70, здесь 30 И в таком положении я прокачиваю свою больную ногу Здесь у меня нагрузка идет минимальная Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будете повторять за мной вот эти подходы Почувствуйте сразу Еще другой вариант, чтобы загрузить более слабую ногу Можно поставить ногу на носочек в таком положении Повыше Можно поставить просто на пол, как вам удобно Можно завести за ногу То есть регулируя таким образом, здесь более легко, здесь более сложно, здесь еще сложнее И совсем сложно, если вы будете делать это движение на одной ноге Заворачивать еще корпус И будете чувствовать, как в работу вступает, соответственно, эта более слабая нога Если вы устаете, вот вы чувствуете, что уже загружена у вас ягодица, но вам хочется поработать еще То просто оставляете ногу на полу И продолжаете прокачивать Повторяю, для реабилитации это отличный комплекс И для коксоартрозника, который хочет заставить работать ногу Все, уже ягодица включилась полностью в работу Попробуйте сделать такие вариации И потом в комментариях напишите, как вы это себе почувствуете После сразу данной тренировки вы уже прохаживаясь Будете чувствовать, что ваша нога стабильно, жестко становится на землю, на пол И вы понимаете, что ваша нога находится в рабочем состоянии Важно еще, конечно же, следить за своим пупком И за вот этой средней линией, которая является проекцией вашего позвоночника То есть, если вас все время, вы в зеркале видите, что вас тянет в какую-то из сторон Тянет в основном на здоровую ногу, потому что она принимает нагрузку То естественно, вы должны максимально принять нагрузку на больную ногу Чтобы сместить усилием, пониманием своим, усилием своего сознания Сместить вот эту проекцию, сделать ровной, вертикальной И всю нагрузку сместить на более слабую ногу И стараться держать горизонт Поэтому все это делать перед зеркалом Вот я сейчас не вижу себя, потому что я на камеру работаю Я не знаю, как это все происходит Но думаю, что все равно есть какие-то искажения, какие-то неровности Но вот за счет таких подходов, как их можно выполнять Вот есть у вас свободные 5-10 минут Встали и поработали Прокачали ногу в таком положении В таком положении В таком положении То есть, вы сами почувствуете, что нагрузка идет именно на слабую ногу Эта нога работает просто как балансер Вот, и поработать еще без ноги Вот с таким скручиванием Усилить работу средней ягодичной Вот, 5-7 минут, все Поехали там куда-то в магазин съездили На работу Пришли домой Решили, разложили продукты по холодильнику Подошли к зеркалу Посмотрели, что у вас происходит И опять сделали подход Потому что чем вы чаще будете повторять Тем больше будут меняться у вас вредные привычки Потому что привычка ходить все время на здоровой ноге Будет приводить вас к постоянным болям в поясничном отделе Или в квадратных мышцах Больше не загружаю Всем спасибо за внимание В живом бейсболе с вами был тренер Хапаев Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok